здравствуйте дисциплина история физики тема урока первое исследование тепловых явлений по плану на сегодня рассмотрим два вопроса первый вопрос температура термометр второй вопрос теплород и развитие взглядов на природу теплоты установление основ термодинамики и так температура термин температура происходит происходит от латинского слова температура что переводе означает нормальное состояние или надлежащие смешение как физическая величина температура характеризует внутренние энерговещества степень подвижности молекул кинетическую энергию частиц находящихся в состоянии термодинамического равновесия качестве примера можно рассмотреть воздух молекулы и атомы которого двигаются хаотично когда скорость перемещения этих частиц возрастает то говорят что температура воздуха высокая воздух теплый или даже горячий холодный день например скорость движения частиц воздуха мало что ощущается как приятная прохлада или даже холод собачий следует обратить внимание на то что скорость движения частиц воздуха никак не зависит от скорости ветра это совсем другая скорость это то что касается воздуха в нем молекулы могут двигаться свободно а как же обстоит дело в жидких и твердых телах в них тепловое движение молекул также существует хотя и в меньшей степени чем в воздухе но его изменение вполне заметно чтобы славливая температуру жидкости и твердых тел молекулы продолжают движение даже при температуре таяние льда ровно как и при отрицательной температуре например скорость движения в молекулы водорода при нулевой температуре 1950 метров в секунду каждую секунду 16 сантиметров кубических воздуха происходит тысячи миллиардов столкновений молекул при увеличении температуры подвижность молекул возрастает количество столкновений соответственно увеличивается однако следует заметить что температура и тепло суть есть не одно и то же простой пример обычно газовая плита на кухне имеет большие и маленькие горелки которых сжигается один и тот же газ температура сгорания газа одинакова поэтому температура самих горелок также одна и та же но один и тот же объем воды например чайник или ведро быстрее вскипит на большой горелке нежели на маленькой это происходит от того что большая горелка дает большое количество тепла сжигая больше газа в единицу времени или обладает большей мощностью история создания первого термометра конечно же самый первый прибор имел не имел ничего общего с медицинской практикой он был создан в 1592 году известным итальянским ученым галилео галилеем выглядел достаточно необычно для современного представления внизу располагался большой шар к нему прикрепилась длинная труба сделанная из стекла эту трубку опускали в емкость где находилась подкрашенная жидкость жидкость реагировала на тепло и перемещалась по трубке это был воздушный термоскоп явление первого медицинского градусника связано с знаменитым итальянским врачом санторио он был выдающимся специалистом по анатомии и физиологии работал во многих странах нес огромный вклад в развитие науки ученый серьезно подходил к своим исследованиям проводил множество опытов на себе изучал как меняется масса тела у человека рассматривал скорость испарения жидкости при разных условиях изучал с какой силой частотой пульсирует кровеносные артерии за свою жизнь санторио изобрел большее количество приборов для измерения одним из его открытий стал прибор способный измерить температуру человеческого тела и это ртутный термометр 1626 год он был большого размера и работал вовсе не так как его привыкли использовать сейчас внизу термометра располагался огромный шар в нем находилась жидкость к этому шару была припаяна широкая стеклянная трубка с нарисованным на ней деление санторио был первым врачом который выяснил что у здорового человека должна быть постоянная температура тела изначально многие ученые врачи того времени отрицали точность данного прибора пользоваться данным приспособлением было неудобно чтобы измерить температуру в руки необходимо было взять шар который являлся основанием градусника на протяжении определенного времени дышать на него таким образом чтобы от тепла поднималась жидкость указывать температуру этот способ хоть и позволял узнать температуру тела но занимал достаточно много времени постоянной единой шкалы в то время еще не было шкала могла достигать стократных чисел и имела свой метод расшифровки после санторио многие ученые старались усовершенствовать метод измерения в 1867 году клиффорд альбату сумел создать термометр длиной 15 20 сантиметров длительность измерения температуры составляла 7 10 минут а в 1881 году немецкий часовщик и миш изобрел градусник который по форме был схож с карманными часами сейчас сложно представить жизнь человека без это приспособление например артутный градусник обладает самым высокой точностью до 0,1 градуса при условии правильного хранения и использования приспособление прослушать человеку длительное время термометр помогает узнать температуру тела воздуха воды многие люди устанавливают оконные и комнатные термометры на замену ртутному пришел электронный термометр он тоже дает точный результат и считается наиболее безопасным использование это приспособление присутствует в каждой лаборатории ни одно медицинское учреждение не обходится без данного прибора ведь температура тела человека начальный метод диагностики здоровья второй вопрос который мы сегодня рассмотрим это теплород и развитие взглядов на природу теплоты установление основ термодинамики вокруг нас происходят явления внешне весьма косвенно связаны с механическим движением это явление наблюдаемое при изменении температуры тела представляющие собой макросистемы или при переходе их из одного состояния приме жидкого в другое твердое либо газообразное такие явления называются тепловым тепловые явления играет огромную роль жизни человека животных и растений от температуры окружающей среды зависит возможность жизни на земле люди добились относительно независимости от окружающей среды после того как научились добывать и поддерживать огонь многие философы древности рассматривали огонь связанную с ним теплоту как одну из тихий которая наряду с землей водой и воздухом образуют все тела одновременно предпринимались попытка связать теплоту с движением так как было замечено что при соударении тел или трение друг от друга не нагреваются первые успехи на пути построения научной теории теплоты относится к началу 17 века когда был изобретен термометр и появились появилась возможность количественного исследования тепловых процессов и свойств макросистем вновь был поставлен вопрос о том что же такое теплота наметились две противоположные точки зрения согласно одной из них вещественной теории тепла теплота рассматривалась как особого рода невесомая жидкость способные перетекать из одного тела в другой к другому эта жидкость была названа теплородом чем больше теплорода в теле тем выше температура тела согласно другой точке зрения теплота это вид внутреннего движения частиц тела чем быстрее движутся частицы тела тем выше его температура таким образом представление тепловых явлений и свойствах связывалось с атомистическим учением древних философ о строении вещества в рамках таких представлений теорию тепла первоначально называли корпускулярной от слова корпускула то есть частица ее придерживались ученые ньютон гук бойль вернули большой вклад в развитие корпускулярной теории тепла сделал великий русский ученый ломоносов он рассматривал теплоту как вращательное движение частиц вещества с помощью своей теории он объяснил в общем процессы плавления испарения и теплопроводности а также пришел к выводу о существовании наибольшей или последней степени холода когда движение частичек вещества прекращаются благодаря работам ломоносова среди русских ученых было очень мало сторонников вещества на теории теплоты но все же несмотря на многие преимущества корпускулярной теории теплоты середине 18 века временную победу одержала теория теплорода это произошло после того как экспериментально было доказано сохранение теплоты при тепловмении отсюда был сделан вывод о сохранении не уничтожение тепловой жидкости теплорода вещественной теории было введено понять теплоемкости тел и построена количественная теория теплопроводности многие термины введенные в то время сохранились и сейчас с помощью корпускулярной теории теплоты не удалось получить столь важное для физики количественной связи между величинами частности не удалось объяснить почему теплота сохраняется при теплообмене все времена не была ясна связь между механической характеристики движения частиц их генетической энергии температуры тела понятие энергии еще не было введено физику поэтому вероятно на основе корпускулярной теории не могли быть достигнуты в 18 веке те немалые успехи в развитии теорий тепловых явлений какие дала простая и наглядно теория теплорода конца 18 века вещественная теория теплоты начала сталкиваться с все больше большими трудностями и к середине 19 век потеряла полные и окончательное поражение потерпела большим числом разнообразных опытов было показано что тепловой жидкости не существует при трении можно получить любое количество теплоты тем больше чем более длительное время завершается операция трения в другой стороны при совершении работа паровыми машинами пар охлаждается и тепло исчезает теплота исчезает в середине 19 века была доказана связь между механической работой и количеством теплоты подобной работе количество теплоты оказалось меры изменения нагревание тела связано не с увеличением в нем количество особо невесомой жидкости а с увеличением его энергии принцип теплорода был заменен гораздо более глубоким законом сохранение энергии было установлено что теплота представляет собой форму энергии на этом урок заканчивается прошу ответить на следующие три вопроса для закрепления на этом урок закончен до свидания